Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Лилиция Океан. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Раз, два, три, елочка гори. Состоялось торжественное открытие главной городской елки. Благотворительный фонд Лисенок организовал для детей с ограниченными возможностями праздничное представление. Ели, сосны, пихты. Елочный базар по улице Победы 189 ждет жителей и гостей Лабинского района. В администрации Лабинского городского поселения состоялась внеочередная сессия Совета депутатов. На повестке дня вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Татьяны Семенченко. Совет принял решение удовлетворить заявление и прекратить 23 декабря полномочия депутата. Все больше чувствуется приближение Нового года. И Лабинск к этому празднику готов. В минувшую пятницу яркими огнями зажглась главная городская красавица. Для зрителей организовали насыщенную программу с выступлением творческих коллективов и праздничным салютом. Традиционно Новый год считается главным и самым любимым праздником. До наступления 2020-го остались считанные дни. Еще больше приблизило этот праздник открытие городской елки. Раз, два, три, елочка, гори! Елочка бесподобна, не могу высказать даже. Ну, красиво. Ярко, нарядная елка. Но постарались, постарались от души. Красиво. Хоть снега и нет, но чувствуется новогоднее настроение благодаря вот этим всем украшениям. Очень красиво, ярко. Поэтому, наверное, и чувствуется Новый год. Зажечь праздничную ель пришли сотни лабинцев и гостей города. Творческие коллективы своим выступлением заряжали позитивом и хорошим настроением всех собравшихся. Это самый любимый праздник в моей жизни. Для моих детей самый любимый праздник. Я сама очень люблю Новый год. Это как бы новая жизнь, новые впечатления. Я желаю всем всего-всего хорошего, здоровья, всех благ. Мы самый хороший праздник Новый год, самый веселый, самый радостный. Всегда с семьей приезжают дети, внуки. Ну, как-то так. Главное, загадать, наверное, самые заветные желания, надеяться на их исполнение. Настроение уже новогоднее, хочется отдыхать, хочется праздновать. И вот сегодня такой праздник замечательный. И много людей собрались, встретили много знакомых. Поэтому хочется, ну, как-то встретить этот Новый год и ждать чуда. Прибыли на праздник и главные герои – Дед Мороз со Снегурочкой. Они с удовольствием фотографировались со всеми желающими и дарили новогоднее настроение. В этот вечер центр Лобинска превратился в настоящую сказку. И даже отсутствие снега не помешало организаторам создать праздничную атмосферу. Благотворительный фонд «Лисенок» организовал для детей с ограниченными возможностями здоровья праздничное мероприятие. Частичку новогоднего чуда 50 малышам подарили сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка. «Елка» – это всегда праздник, веселье и ожидание чуда. Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями организовал благотворительный фонд «Лисенок». Мы подготовили программу благотворительную для детей и инвалидов. Приглашено 50 детей. Благодаря жертвователям, обычным жителям города Лобинска есть и, конечно, предприниматели. Мы собрали подарки. Все, что здесь сегодня на мероприятии, это все связано с благотворительностью. Это первое мероприятие, организованное благотворительным фондом. В дальнейшем у нас также будут благотворительные мероприятия, мастер-классы с фартакиадом. У нас еще завтра будет совместное мероприятие с уполномоченным по правам ребенка. В период новогодних праздников у нас в планах поздравить это палеотивных детей с Новым годом и Рождеством». На новогоднее представление к деткам пришли сказочные герои – Эльза, Олаф и многие другие. Малыши участвовали в конкурсах, увидели сказку, где герои прошли через испытания и помогли добро восторжествовать. Затем с Дедом Морозом и Снегурочкой все встали в хоровод и пели новогодние песни. «Не первый раз подарки нам дают. Очень благодарны, потому что проявляется какое-то внимание к детям со всякими заболеваниями. Очень им благодарны». «По приглашению пришли благотворительные фонды. Раньше тоже мы ходили, были приглашения тоже благотворительные фонды, организовывали праздники, елки. И каждый год бывают такие мероприятия. И нам нравится, да, очень хорошо проходит, весело, и мероприятий много, и подарки всегда есть». Представление добавило детям праздничного настроения и приблизило Новый год. В конце все получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Юлия Сухомлинова, Игорь Бычков, телекомпания ЛАБА. Главное новогоднее украшение – это, конечно же, елка. Самые разнообразные и красивые новогодние деревья можно приобрести по улице Победы, 189, возле магазина «Удачный». Наш следующий сюжет на правах рекламы. Новогоднее дерево – главное украшение предстоящего праздника. На елочном базаре возле магазина «Удачный» представлено более тысячи деревьев – ели, пихты, сосны, среди которых есть и импортные. «В этом году мы представляем самые лучшие деревья к Новому году. Пихта импортная, производитель Дания, пихта сибирская и также сосна и ель, выращенные на Урале». Большой выбор и доступные цены позволят выбрать главный символ Нового года на любой вкус. Ели сосна от 500 рублей за дерево, а пихта от 1000 рублей. А для любителей импортного и дорогого датская пихта высотой более трех метров за 15 тысяч рублей. Елочный базар работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Выберите зеленую новогоднюю красавицу вместе с магазином «Удачный». город Лобинск, улица Победы, 189. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.